На проспекте 60-летия октября у автобусной остановки «Переезд» пьяный водитель устроил каскадерское крушение, в котором чудом не пострадали другие участники движения. И сам нарушитель. Он исполнил на дороге серию трюков с полетами сначала на своей полосе, а потом и на встречной части дороги. Автомобилист 71-го года рождения ехал на «Тойоте-Надзи» в направлении центральной части города со стороны Ильинки. Контроль над машиной он потерял на изгибе дороги. В салоне грохочет музыка. Водитель будто устранился от управления. Впереди поворот, но Надя едет прямо и взлетает на снежном отвале. Регистратор отключается после первого удара. А вот что происходило дальше. Об этом дает представление запись камеры, установленной в машине, ехавшей следом за минивэном. Нарушитель, совершенно не соображая, что происходит, продолжает давить на газ. Надя после заноса пересекает встречную часть дороги и останавливается, уперевшись в деревья. Тормозят очевидцы. Люди бегут к застрявшей в сугробе машине, чтобы помочь пострадавшему. Все становится понятно с первых секунд. Шофер пьян и пытается уехать. Нарушителя до приезда полицейских очевидцы блокировали своими силами. Бежать он вряд ли смог, в силу своего состояния. Про такое говорят, сел за руль, потому что ходил с трудом. Свидетели позаботились и о машине. Сняли клеммы с аккумулятора во избежание возгорания. Дождались автоинспекторов. Диалог с сотрудниками ДПС состоялся. Из невнятной речи водителя, уже лишавшегося прав, было понятно, что он признавал свою неправоту. Тем не менее, проходить тест на трезвость мужчина отказался. И снова будет лишен водительского удостоверения, которое ему вернули меньше года назад. Пострадавших в результате инцидента нет, но лишь чудом. Если бы на встречной части дороги были машины, жертвами неадекватного шофера могли стать совершенно случайные люди. С места происшествия Денис Коршунов, Юлия Зима и Павел Рогатин.